С Верой в спорт У нас интересных тем для обсуждения Спасибо, что зовете С удовольствием, Алексей, всегда И для этого, как раз для интересных тем Мы пригласили также Сергея Неткачева Детского тренера Футбольной академии «Новый дом» Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Итак, как поняли наши уважаемые слушатели Говорить мы сегодня будем о футболе И что самое важное о детском футболе Как раз развитием которого занимается команда Новой футбольной академии «Новый дом» Правильно, Алексей? Да, все так Да, расскажите тогда, пожалуйста Манеж, который мы уже презентовали На радиостанциях Москвы в том числе Каковы направления работы Манежа? Насколько он сейчас заполнен? Так, Манеж у нас сейчас функционирует В принципе уже на 100% То есть мы в предыдущем эфире говорили Что с сентября он начнет функционировать Получилось раньше? Получилось раньше, потому что Арендаторы уже изъявили желание тренироваться Дети хотят тренироваться Чемпионат области у нас начался в формате 6 на 6 То есть сейчас, например, у нас по будням загруженность манежа С пяти вечера до полдвенадцатого Вот Выходные частичная загруженность Это нужно понимать, что еще не сезон Сезон все равно начнется с сентября То есть лето спад, да, традиционно? Да, 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 да Вот, и мы довольны тем, что люди приходят, тренируются Их все устраивает Плюс мы на этом не останавливаемся Мы постепенно что-то новое все время делаем Это и отдельная зона ожидания сейчас у нас будет доделана То есть бесплатный интернет, кофе, напитки Будет небольшая мини-кухня для гостей То есть мы в этом направлении работаем Постоянно развиваемся В предыдущем эфире мы тоже говорили про зону ожидания Про то, что родители могут в комфортных условиях дождаться Своего чада с тренировки И посмотреть, как он играет на поле Я упомянула о том, что не сезон Хотя, наверное, это пока еще такое новое понятие для футболя Для Манежа Да, новое понятие у нас Потому что первый раз Да, первый раз такое И нужно понимать, что в Манеже нет понятия сезон, не сезон Там круглый год можно тренироваться Но все равно для Кировской области это в диковинку Поэтому люди так постепенно пока туда у нас переходят Но еще раз говорю, только наступит там сентябрь Но у нас лет, вот смотрите, какое у нас лето Почти сентябрь Почти сентябрь уже, да То есть вот сейчас за окном пасмурно, например В таких условиях На поле некомфортно бегать На поле ребенку некомфортно В зале в душном, где паркет Тоже некомфортно А у нас все условия есть для этого Плюс, помимо различных бонусов, которые мы постепенно внедряем В наших планах сейчас к сезону открыть для всех тех, кто будет в Манеж приезжать Это мойку для автомобилей Да То есть только представьте Вот, например, родитель приводит своего ребенка на тренировку Он ставит машину, это прямо около Манежа Ее отгоняют на автомойку Тренировка идет час-полтора Он за эти час-полтора получает бесплатный Wi-Fi Может перекусить, выпить вкусные напитки Посмотреть прямо с балкона, как тренируется его ребенок Потом выходит и уезжает на чистой машине Главный плюс какой? Не нужно на неделю тратить дополнительный час-полтора Ну это комплексный сервис Да, комплексный сервис Мы на этом не останавливаемся В планах еще открыть на этой территории небольшой мини-бар Чтобы там уже люди полноценно после футбола оставались Смотрели матчи чемпионатов Обсуждали матчи Ну и там будут онлайн-трансляции матчей и тренировок проводиться То есть человек может сидеть и смотреть прямо там Как проходит тренировка, либо игры из Манежа То есть у нас план есть Мы его будем постепенно реализовывать Круто, круто И еще последний, наверное, вопрос На Манежу и пойдем дальше Вы сказали, что уже довольно-таки заполнен плотненько График работы Манежа Кто его заполняет? Что это за организация? Что это за люди? В данный момент У нас заполняемость Манежа Это частично организации Частично детские тренировки И частично чемпионат области Любительской футбольной лиги в формате 6 на 6 Что касается Когда мы вот с сентября запускаемся Как мы говорили уже на 100% Мы будем работать по договорам с организациями То есть есть какая-то организация Они хотят организовать досуг для своих сотрудников Если раньше они ходили еще раз в какой-нибудь зал То здесь они могут подписать договор на весь сезон И пожалуйста, мы любое время для них по договору выделяем И они организуют досуг в хороших условиях для своих сотрудников На данный момент у нас порядка 7 организаций Которые уже изъявили желание Несколько банков Они приезжают, смотрят условия Их все устраивает Они на пробную тренировку приходят Ну еще раз говорю, условия комфортные Поэтому как бы тут все понятно Что они выбирают именно наш Манеж А команды, у которых нет, скажем так Такого руководства, то есть самостоятельные ребята Без проблем То есть любые у нас просто команда Которые раньше где-то тренировались на улице Либо в зале Они приходят, звонят нам Занимают время свободное Приходят, тренируются Без проблем То есть мы не только по договорам работаем Ну и плюс я говорил, что любая команда Может и на чемпионат заявиться В любой момент на кубок, чемпионат Плюс мы будем организовывать Различные турниры среди организаций Корпоративные То есть турнир будет у нас В том году Атеха Москвы был организован На стадионе Динамо Да, был такой То есть мы сейчас с сентября Начнем более активную работу В этом направлении У нас много и СМИ Это крутая тема Плюс совсем недавно Мы начали разрабатывать Вместе с Павлом Шахалеевым Систему корпоративного отдыха В Манеже Что это значит То есть организация Она может провести корпоратив В Манеже у нас Но это не просто Где люди вот пришли Сидят за столами Выпивают напитки Это сейчас уже не в тренде Это сейчас не в тренде Да, то есть тут как Тут понятно, что и будут столики У нас с одной из С одним из кафе Будет подписан договор Где мы предлагаем Полный перечень услуг под ключ То есть предлагаем полностью Мероприятия для организации Например, вот у вас Эхо Москвы Вы хотите сделать корпоратив Так Мы прорабатываем все С ведущим С музыкой С едой Выдаем вам полностью Экипировку Ну все полностью То есть вы сначала Интересно провели время В футбол поиграли Либо еще в какой-то другой вид спорта На газоне Потом идет музыка Напитки, еда Все это в одном месте То есть вот Что-то новенькое Для корпоративной тематики Вот мы такое придумали Да, это очень здорово Очень живо Я думаю, что будет пользоваться успехом Да, вот тут 9 числа Будет корпоратив У группы компании Новый дом Вот как раз все мы Ждем фотоача Чтобы не смогли убедиться В том, что на самом деле Хорошая история Плюсы-минусы Ошибки исправим И уже потом Проверено на себе Проверено на себе И потом уже мы для всех Будем рассылать это предложение Но это что-то новенькое На самом деле То есть это интересно Такого еще у нас не было Да, но об этом мы, я думаю, что еще поговорим Впоследствии Давайте уже обратимся к Сергею Будем знакомиться Потому что Сергей Ну, не буду говорить феномен В мире Сейчас обучение футболу Среди детей Но это довольно-таки Новое явление Сейчас расскажем, почему На самом деле Очень многие родители Папы, мамы, бабушки, дедушки Обращают внимание В первую очередь На тренера Который будет работать С их ребенком Потому что Этого тренера Должен быть Первый опыт Второй Медицинское образование Лицензии Всевозможные Навыки Способности Для того, чтобы Не только научить ребенка футбол Но сделать это правильно Особенно в раннем возрасте Правильно, Сергей? Да Все правильно Да, поясню сразу же Что Сергей является тренером Для ребят В возрасте от 3 до 6 лет Верно? Все верно Расскажите, пожалуйста Вот у вас Медицинское образование Да Вы заранее планировали Что вы объедините Спорт, медицину И пойдете Работать с тренером Ну так как моя жизнь В большей степени Была связана с футболом Мне нравилось Играть в футбол Я занимался Футболом Как на профессиональном уровне Так и на любительском В принципе Я в дальнейшем Предполагал Что моя жизнь Как-то все равно Будет связана с футболом И мне так же Нравилось Раньше Как бы Тренировать детей У меня опыт Тренирования детей Более 2 лет В принципе Занятия с детьми Доставляют мне Большое удовольствие И поэтому Мне бы хотелось Дальше развиваться Вот именно В этих аспектах Работать с детьми А медицинское образование У вас откуда? Я закончил Кировскую государственную Медицинскую академию Класс И занимались футболом Параллельно И параллельно занимался футболом Давайте тогда Поговорим о ваших Футбольных достижениях Потому что Тренирова должен быть Наставником И должен быть примером За которым Ребята пойдут Которым будут вдохновляться Ну Так скажем Как только Я переехал в Киров Сам я С Минераловского района На Саварпольский край Сюда учиться Приехал И я начал играть За футбольный клуб Прогресс Становился Чемпионом области Выигрывал Кубок области Далее Играл за Футбольный клуб Факел Также участвовали По третьему дивизиону Где В сезоне Мы заняли Пятое место Ваше амплуа В футболе? В футболе В большом Я полузащитник Центральный А если Говорить о Минифутболе То нападающий Медицинское Образование Вы где-то Работаете То есть По медицинской части Да Все правильно Я работаю В центре Травматологии Ортопедии И нейрохирургии Огромный Бонус Для тех Кто отдал Своих детей На попечение Сергею То что Это контроль Получается Всего-всего И правильная Гимнастика Да Вот расскажите Кстати Как обычно Проходят занятия У таких вот Малышей Потому что Насколько я знаю В таком раннем возрасте Физическая нагрудка Должна быть Минимальная Для ребят Должна быть Сбалансирована И четко Учтены все Требования Организма В этом возрасте Как проходят Тренировки Ну В футбольной Академии Новый дом Мы хотели бы Уделить огромное Внимание Развитию Координации И растяжки У детей Это является Немаловажным Аспектом В Кировской области Так как В Кировской области В остальных школах Этому аспекту Уделяют Меньше внимания Соответственно У нас будет Комплекс упражнений По растяжке И развитию Координации Кто их разрабатывает? В принципе Так как я являюсь Врачом С медицинской точки зрения Я знаю Весь этот комплекс Упражнений И готов Применить их Как тогда Внедрять В нашей футбольной академии Соответственно Огромное внимание Уделиться Растяжке Так как Это будет Укреплять Опорно-двигательный аппарат У детей Соответственно Будет развитие Координации И сбалансированность У детей Будет вырабатываться Лучше Соответственно Падения детей Далее Будет безопасными В принципе Также Если Останавливаться На медицинской Точке зрения Занятия Растяжкой Они Укрепляют Коленные Суставы Голеностопы У детей Что больше всего Как раз страдает У футболистов Что больше всего Страдает Соответственно Является Также Профилактика Артроза И артрита В дальнейшем С возрастом Вот Также Благотворное влияние Занятие Растяжкой Оказывает Мочеполовую систему Так как Улучшается Кровоток В органах Малого таза Вот Соответственно Также У детей Улучшается Осанка Формируется Правильно Позвоночный Стан То есть Здесь уже Идет Профилактика Даже сколиоза У детей В столь раннем Возрасте Также В принципе У детей Улучшается Координация Подвижность Суставов Что позволяет Выполнять Упражнения На более Максимальном уровне И Более Эффективными Делать Таким образом Складывается ощущение Что Футбольные тренировки Для ребят Это не только Скажем так Футбол Но это Общее здоровление Организма И закладывание Фундамента Здоровья На будущие годы Для того Чтобы они смогли Потом это здоровье Развивать и развивать Культивировать Себе правильно Все правильно Также Нашей целью Хотелось бы Отметить То что Цель нашей Футбольной академии Будет Также Передача детей Более Старшего возраста Например От 7 лет Уже Передача тренерам Они будут Более подготовлены Координированы И соответственно Тренировочный процесс Будет на более Высоком уровне Чем нежели Дети Которым не уделяют Футбольной школе Растяжки Координации Внимание То есть Вы конкретно Занимаетесь Именно подготовкой Подготовительный этап Для того Чтобы ребята Смогли Серьезно И с большой перспективой Вступить уже В полноценную Футбольную жизнь Даже не обязательно Футбольную Не обязательно Да Может быть Они выберут Другой вид спорта Но они уже В любом случае Будут подготовлены База у них уже будет Конечно Да Это все с детства Закладывается Еще раз говорю Что акцент на это У нас еще В принципе Никогда не делался Вот Помимо этого У нас Уже Есть Отснятые Видео уроки Вот У нас будет создана Отдельная страница В соцсетях Где Сергей Как главный тренер Будет показывать Как правильно нужно Выполнять упражнения И как Неправильно Выполняют упражнения Это элементарно С точки зрения Тоже растяжки Вот Чтобы и родители Могли воочию Увидеть Это все В чем разница Нашей футбольной Академии От других Частных школ Мы на это Будем большой акцент Делать Потому что Сейчас люди Очень любят смотреть Вот просто глазами Вот То есть Мы совмещаем И для тех Кто любит смотреть Глазами Это видео уроки Плюс Будут выложены Отдельные тексты Под этими видео уроками Чтобы родители С циррической основой Какой-то Да, конечно И с медицинской точки зрения Где все это Аргументированно Изложено Это здорово Это очень полезно Да, такого тоже у нас не было Такого еще раз говорю Именно в нашей Кировской области не было Хотя Опять В других городах В других школах Академиях По всему миру Это уже давно все Вот То есть Нужно ведь понимать Мы не заявляем Что мы это все придумали Да, с нуля начали Нет Мы просто берем лучшее От каких-то других академий И в том числе Мы часто смотрим Что там в Европе Популярно сейчас Что заходит Мы это пытаемся К нам Ну как-то Перенять И в массы Внедрить Вот все Особое внимание Хочу уделить Тому, о чем мы говорили На предыдущем эфире Это покрытие Если я правильно понимаю То весь учебный процесс Академии Будет происходить Как раз вот На том самом поле С искусственным покрытием То есть Вся растяжка И все-все-все Это будет там Правильно? Правильно Ага Давайте тогда еще отдельно Расскажем про покрытие Потому что Неоднократно мы уже Деляли внимание И рассказывали о том Насколько важно Чтобы ножка у ребенка Да и у взрослых В принципе тоже Особенно если Такой видительности Как футбол Даже бег Это все-все-все на свете Да Чтобы Амортизация была хорошая Чтобы покрытие было качественным Да вот Сергей С медицинской точки зрения Расскажите Насколько это важно? Если брать Медицинский аспект То Например Занятия В спортзалах Где имеется Более Жесткий паркет То есть Амплитуда движения В коленных суставах Голеностопных суставах Она на более высоком уровне Что способствует Более Высокому развитию Травматизма Растяжений Например Если тренироваться Непосредственно В залах А вот На искусственном Газоне Там идет Более Мягкое покрытие И Меньший риск Идет Развитие Всяких Растяжений И даже Можно говорить О развитии Артроза Это в дальнейшем С возрастом То есть Это покрытие Которое сейчас Сознанно В Манеженовый дом Арена Все просчитано Да И с учетом И детских потребностей В том числе Да Все просчитано То есть Тут нужно понимать Почему У нас Очень часто Травмы Какие-то Происходят И потом Это сказывается На организме После 30-35 лет Особенно Да Потому что Опять же Не было Альтернативы Заниматься Круглый год Например На искусственном Либо натуральном Газоне Когда человек Постоянно То в зале Зимой Потом он Выходит В летний период На газон Представьте Какая разная Нагрузка На суставы На мышцы Происходит Это сразу Не скажется Никто никак Не узнает Но С годами Это все Вылится Вот То есть Смотрите В зал Для чего нужен Это Чтобы Развивать Минифутбол Вот если Человек Целенаправленно Пришел Он круглый год Тренируется Именно в минифутболе Вот он всю жизнь Минифутболист Он понятно Что привыкает К этой нагрузке Вот Он не чередует Газон минифутбол Но у нас С минифутболом В области Тоже проблемы Да У нас нет Отдельной школы Именно по минифутболу Опять же Потому что Ну Мы кстати Хотели этим вопросом Заниматься Но не все сразу Постепенно Турниры В других городах Они на искусственном покрытии То есть Здесь и получается Дополнительная нагрузка На суставы На мышцы Им непривычно Да Сейчас вот У нас появился Манеж Мы помимо того Что у нас В Кирове Сейчас можем Организовывать Различные турниры То есть Детям не нужно На любой турнир Будут выезжать К нам уже будут ездить Да Они еще Круглый год Будут играть Именно на газоне То есть В принципе Идеальные условия Возвращаясь К теме детских тренировок Сергей Расскажите Пожалуйста Вот именно Подход к детям Все-таки Три-шесть лет Да На малыши Совсем Еще не понимают Наверное Что куда нужно Там с этим мячиком Делать Я правильно предполагаю Что это должен быть Какой-то игровой формат Да Как вы находите Подход к детям Да Безусловно Здесь будет Игровой формат Все задания Упражнения Будут происходить В игровой манере Что касается Детей Трех-четырех лет Далее Дети Пяти-шести лет Там будут Более Упражнения На другом уровне То есть Будем уже Усложнять Упражнения Соответственно Детей надо Будет как-то Поощрять Если Допустим Они будут Хорошо Выполнять Какие-то Задания Упражнения То есть Нужно Чтобы ребенок Всегда радовался Улыбался На тренировке Поэтому Мы будем Стараться Уделять Этому Внимание Как вы будете Поощрять Детей Ну мы будем Давать им Какие-либо Сувениры Может быть Или Там Наклейки Что-либо Такое Что Будет похоже На нашу символику Новый дом Да Помимо этого Вот помимо Каких-то Как сказал Сергей Наклеек И так далее То есть Это понятно От футбольной академии Будем давать Потому что Ну я видел Глаза детей Которым там Да конечно Это подарок Приятно Всегда У нас Такого кстати В Кирове тоже не было Смотрите Какая интересная у нас тема У нас будет Проект Я тренер Это уже Возраст Детей 5-6 лет 3-4 года Это Ну Еще пока рано То есть Начинается с чего Лучший По итогам Тренировок В течение месяца Попадает на доску Подчета Да Доска подчета У нас висит При входе в манеж Соответственно Родитель может увидеть Своего ребенка Который висит Целый месяц На доске подчета Это лучше По итогам Тренировок Тренер сказал Что вот Например Иванов Иван Лучший по итогам Месяца Он висит на доске Подчета И у него Возможность Провести одну тренировку Для своих же детей Вместе с тренером По итогам Вот это Когда он выиграет То есть Дается домашнее задание Родителям Они должны вместе С ребенком Скомпоновать тренировку И потом Он проводит тренировку Для таких же детей А тренер сам поможет Конечно Тренер Он помогает Само собой Да То есть Это еще и дополнительный Интерес у родителей Что они должны Помочь ребенку Какую-то тренировку Провести Вовлечение родителей Сам процесс Да То есть У нас тоже не было Это очень интересно И детям будет интересно Послушать Как Что Какие указания Дает ребенок Само собой Это все С помощью тренера Сергея Но это Для детей Это очень интересно будет Ну и плюс Для родителей Увидеть своего ребенка На доске подсчет Тоже Немаловажный фактор Тогда сразу Такой вопрос напрашивается Как подкупить тренера Рассказывайте Сколько стоит Тренера подкупить Так-то невозможно Так-то невозможно То есть Есть лазечка Нет Ну конечно же Это все шутки Если вопрос о детях То я Вот смотря в честные глаза Сергея Я вижу Что он абсолютно Неподкупен Беспристрастен И только упорным трудом Своей вовлеченностью Своими горящими глазами Можно показать Что ребенок Действительно хочет И он достоин И он сделает все Что от него зависит Чтобы действительно Показать себя Да Я сейчас хотел еще дополнить Почему мы уверены Именно в Сергее С точки зрения Педагога Для детей Раннего возраста Потому что Девушка Сергея Будущая жена У них кстати Свадьба 16 августа Можно поздравить Она гимнастка Так А гимнастика Это соответственно Растяжка Да Вот Поэтому Все взаимосвязано Она Сергею помогает Она контролирует Его процесс Именно вот в этом плане По растяжке Это очень важно Еще раз говорю Для детей Вот Поэтому мы Полностью вот Уверены в Сергее Даем ему Новый дом Арины завербовали Всю семью Да Да И контракт Что все дети Которые получат Из этого брака Тоже пойдут учиться В новой домарине Да Контракт уже заключен Да Контракт заключен То есть мы ему даем Полный кармбланш Еще раз говорю Уверены В нем На 100% И Приходите Приходите Записывайтесь Вот с 1 августа У нас открыт набор В нашу футбольную академию Возраст От 3 до 6 лет Много желающих уже Мы официально Объявим это Как только будет готов Наше видео Которое мы вчера снимали В Манеже Оно будет готово Среда Четверг Это как раз 1 августа И мы объявим Официальный набор В нашей футбольной академии Но желающие уже есть Немало Тут плюс у нас Какой Так как Манеж Это наш Нам же не нужно Ходить и где-то Выбивать зал Какое свободное время Есть и так далее Да здесь пожалуйста Мы целый день Можем проводить Тренировки Кому когда удобно Групп Можем набирать Хоть сколько Поэтому Все Все от вашего желания Зависит Ждем Ждем Приходите Сколько ребят в группе Будет? Ну вот мы долго Общались на эту тему Оптимальная Ну в районе 10 человек Мы лучше сделаем Несколько групп И потом будем Организовывать Какие-то смежные Турниры среди них Потому что Больше 10 человек Это сложно контролировать Всех заинтересовывать Всех увлекать Еще раз говорю Так как мы не ограничены Во времени Это наша территория Мы лучше Побольше групп сделаем И тогда Уже каждый ребенок Ощутит на себе Внимание тренера Вот представьте 20 человек Там один тренер Либо помощник Это все равно не то Вот 10 Это оптимальный вариант 7-10 человек Тогда уже можно Говорить о результате И ребенок Получит больше От тренера То есть Большое количество детей Мы не сторонники этого Мальчишки и девчонки? Так же их родители Мальчишки Мальчишки? А девчонки Хотят? Кстати нам обращались Да У нас С женским футболом На самом деле Тяжело в области У нас девчонки-то молодцы Футболисты Играют хорошо Да Но Они молодцы Но у них нету Никакого чемпионата Да У нас в области Внутри Кировской области У нас В ФЛ там тоже очень-очень Мало девочек Мало очень Да Это вот нужно Именно с детского возраста Начинать Мы будем Над этим вопросом Работать Потому что Пяти-шестилетние Они изъявляют Желание У нас Сейчас такое поколение Что у наших друзей Знакомых Уже как раз Возраст детей Это от 4 до 6 лет И они как раз Сейчас думают Куда же отдать ребенка Это ведь как и мальчики Как и девочки И сейчас уже Нет такого стереотипа Что футбол Да вы что Я девочку свою дочку Не отдам На футбол Нет На самом деле Многие изъявляют желание Да сейчас такой ритм жизни Что можно и в музыкальную школу И в футбол Все верно Девчонкам это очень классно Мне очень хотелось Играть в футбол Мне даже иногда Мальчики разрешали Поиграть вместе с ними В футбол Мы ждем тогда На персональной тренировке 3-6 лет Я пожалуй уже не подойду С удовольствием приду Посмотреть Очень любопытно Как это происходит О перспективах Ребят То есть Когда родители Отдают ребятам Все-таки 3-6 лет Вряд ли ребенок Уже сам принимает решение Скорее всего Это первично Это желание родителей Попробовать Сюда привезти Посмотреть Что из этого получится Какие цели могут Ставить перед собой Родители Давая своих детишечек Вам Ну во-первых Это Они хотят наблюдать Развитие Своего ребенка На начальных этапах То есть Это обращение С мячом То есть Здесь немаловажный Аспект еще имеет Эмоциональный фон Ребенка То есть Нравится ли ему заниматься Что приносило удовольствие В первую очередь Да Обязательно Если они будут Видеть то Что Тренировки Приносят ребенку удовольствие Он хочет ходить на тренировки Соответственно Тренировки у него Получаются Он выполняет Хорошо упражнения Слушается тренера То соответственно Родители будут Стараться Как можно больше Развивать его В футболе И именно В нашей футбольной академии Чего может добиться Ребенок Который Начинает Свою футбольную Спортивную жизнь В вашей академии Безусловно Немаловажно То что На начальных этапах Мы будем Уделять внимание Еще Как я уже говорил Растяжки Координации То есть Ребенок будет Более Координирован То есть Уже когда будет Переходить В более Старшие возраста И соответственно Есть Какой-то процент То что Данный ребенок Заиграет футбол На более высоком уровне То есть Ваша задача Это подготовить Да Мы понимаем Что если подготовка То есть Если база хорошая Основательная То дальше На этой базе Можно строить И выстраивать Очень большие достижения В футболе В том числе Да А так как наша задача Подготовить Абсолютно любого ребенка У нас Никакого не будет Отсева детей То есть Мы берем Абсолютно всех Рады всем Ну я считаю Что невозможно Вот определить На таком возрасте Что ребенок Например Не подходит Или это не его вид спорта Поверьте Это просто невозможно Поэтому мы С людьми Будем работать Рады это делать А самое главное Что наша задача Увидеть Прогресс ребенка И Показать это родителям И родители тоже Будут Очень приятно Когда на самом деле Через год-два Он видит прогресс Конечно Да ну что На этом прогрессия Которого достоин Которого может стремиться Каждый Мы Наверное Программу нашу И закончили Да сейчас Секунду Единственное Мы Мы хотим Вам небольшие Сувениры сделать Ой как здорово Так Нашего 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 края Это прекрасно Спасибо вам большое Дорогие гости За замечательные подарки Приходите к нам Почаще Хорошо Тем еще много И корпоративные варианты Футбольного отдыха Да И я думаю Что про старшее поколение Про старшее поколение И взрослых Мы тоже сможем Отдельно поговорить Да Уже все готово Про старшее поколение Мы об этом Обязательно поговорим Вот Замечательно Спасибо большое Итак Сегодня в программе Сверо-спорт Мы говорили О детском О манеже Новый дом-арена О его развитии О готовности О том Сколько Заинтересованных Футболе людей Он уже принимает И конечно же Академии Футбольной академии Новый дом Который вот-вот Уже скоро Начнет свою работу И уже с 1 августа Готова принимать Детей Да В свои объятия И научить их Здоровью Да В первую очередь И конечно же Футболу А в гостях У меня был Алексей Куклин Директор Манежа Новый дом-арена Директор федерации Любительской футбольной Лиги Кирской области И футбольной академии Новый дом И Сергей Неткочев Детский тренер Футбольной академии Новый дом Спасибо Дорогие друзья Спасибо вам Ждем снова До свидания